Господи, Господь наш, Як отчудно имя Твое по всей земли, Як Он взяться великолепие Твое Привыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 12 сентября, среда, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из послания святого апостола Павла к Галатам. Глава 6, стихи со 2 по 10. И вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Каждый испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом, ибо каждый понесет свое бремя. Наставляемые словом, делись всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. И так, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим поверьем. Итак, дорогие братья и сестры, сегодня Церковь предлагает нам обратить свой взор и поразмышлять над посланием апостола Павла к Галатам. И в предыдущий раз мы уже говорили с вами о практичности богословия апостола Павла, и здесь он опять говорит о практике жизни в Церкви. Сегодня, уже спустя 2000 лет жизни в Церкви, Церковь накопила в своем предании богатый опыт, прежде всего зафиксированный в аскетических трудах святоотеческого наследия, которое описывает нам, как нам претерпевать различные искушения и скорби дома, на работе, в семейной жизни, в отношении с родителями и так далее, и так далее. Но все это опирается, прежде всего, конечно же, на священное писание Нового Завета, в частности, на практические советы апостола Павла. Не только, конечно, на апостола Павла, но, в частности, и на его послание, где он описывает практическую жизнь в Церкви. И здесь он пишет, «Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Христос есть для нас, христиан, истинный закон и полнота закона». Апостол Павел столько положил трудов на то, чтобы показать нам, что есть закон Моисеев, и что есть Христос для христианина, и что есть вера для Него, и что есть обряд закона Моисеева. И в то же время он говорит о том, что есть закон Христов. И действительно, Христос, когда пришел, и мы говорили уже с вами об этом, в Нагорной проповеди, в своих антитезах, Он не отменил закон Моисеев, а наоборот, ужесточил его, сделал его более строгим. Что там сказано, вы помните? А Христос, обращаясь к своей аудитории, говорит, «Сказано древними, а я говорю вам. Сказано древними, не прелюбодействуй, а я говорю, кто с вожделением посмотрел на женщину, тот уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Христос ужесточает закон. Возводит его на новую высоту. И такую высоту может понести человек, который исполняет закон не просто из страха, но из любви. Только любовь может возвести человека на такую нравственную, этическую высоту, на такую величину. И апостол говорит о том, что и в христианской жизни должны быть какие-то законы. И закон Христов есть. И он в том, чтобы носить бремена друг друга. Действительно, что же заключается, что стоит за этой фразой «носить бремена друг друга»? Все мы в меру своих сил, дарований и в меру действия в нас благодати Святого Духа, которую мы сами имеем возможность впускать или не впускать, мы имеем эту возможность в качестве нашей воли. И мы стремимся жить по христианским канонам, мы стремимся жить по заповедям. Но ужесточая свою жизнь, мы с такой же жестокостью порой подходим и ко внешним людям. Мы тоже пытаемся их мерить своею мерую, мерую своей аскетической жизни, своей аскетической практики. Но это не совсем верно. В то же время мы должны помнить, что все в округе стараются, христиане, прежде всего, нести свое бремя. И если я буду, неся какой-то свой подвиг и с успехом это делаю, осуждать другого человека, примиряя на него свой пиджак, это будет значить, что я сваливаю на него свое бремя. Но наоборот, это я должен помогать ему нести его бремя, не осуждать, а наоборот, подбадривать и помогать. Носите преминат друг друга и таким образом исполните закон с Христов. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи нечто, тот обольщает себя. Каждый доиспытывает свое дело и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом, ибо каждый понесет свое бремя. И далее апостол Павел говорит о наставниках. Тогда существовали не только апостолы, но и проповедники, ученики апостолов, которые тоже несли Слово Божие людям. Наставляемый Словом делись всяким добром с наставляющим. И тут он говорит о том, что, конечно же, нужно помогать тем людям, которые проповедуют, которые несут вам Слово Божие. А это он обращается прежде всего к Галатам. Он говорит о том, что среди вас есть эти наставники. И к ним нужно относиться, конечно же, бережно. Нести также их бремя и помогать им нести свое бремя. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление. Сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление. Действительно, человек, который думает только о земном, думает только о земном благополучии, тот и получит только земное благополучие. Но на пороге жизни вечной все это окажется неважным. И, конечно же, человек всегда ищет смысл жизни, и смысл для христианина жизни – это обожжение, это Христос, жизнь в Боге и с Богом. И, конечно же, для нас, для верующих людей это основа нашего мировоззрения, это фундамент нашей жизни. Для неверующих же фундаментом жизни может являться только земная сущность и только материальные блага. Поэтому очень много людей, которые ищут, которые находятся в поиске смысла жизни, но для нас это Дух. Мы сеем Духовное, и Церковь сеет в нас Духовное, и мы от Духа пожинаем, и мы должны будем встретиться с плодами нашего духовного делания. Апостол Павел пишет, «Сеющий в Дух от Духа пожнет жизнь вечную». Мы должны научиться сеять в Дух чтобы от Духа получить жизнь вечную. В этом заключается главное делание христианина. «Сеющий в плоть от плоти пожнет». «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». В то же время нужно помнить, что нужно делать и добро. Нужно найти гармонию между нашим временным пребыванием на этой земле и сеянием духовного. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим поверье. Будем стараться созидать нашу церковь, созидать общину и помогать ближним поверье. Итак, дорогие братья и сестры, будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда читаем священное Писание, Бог с Его стороны обращается к нам. Всем радости о воскрешенном Господе и до новых встреч! Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться великолепие Твое при и выше небес.